МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По предварительным данным, активы Акционерного общества Национальный управляющий холдинг Беттирек превысили 4 триллиона 100 миллиардов тенге, а чистая прибыль составила 30 миллиардов. Об этом стало известно в ходе встречи главы государства с председателем правления Акционерного общества Национальный управляющий холдинг Беттирек Ербалатом Досаевым. В ходе встречи президенту был представлен отчет по итогам деятельности холдинга за 16-й год и введения его дальнейшего развития. Также председатель правления проинформировал главу государства о работе Банка развития Казахстана и планах по внесению изменений в стратегию развития холдинга с учетом экономической ситуации в стране и новой монетарной политики Национального банка. Законодательная инициатива введения временной регистрации граждан по месту жительства будет способствовать цивилизованному развитию института аренды. Такое мнение озвучила заместитель начальника управления документирования регистрации населения Департамента миграционной политики МВД Республики Казахстан. Сейчас появилась обязанность у собственника, который сдает жилье в наем, зарегистрировать таких граждан. Может быть, это создаст такую-то здоровую конкуренцию между арендодателями. С другой стороны, это выведет из теневого рынка тех граждан, которые не платят налоги за сдачу жилья в наем. Если будет выявлен факт того, что проживают в арендованном жилье без регистрации, то к ответственности будет привлекаться как арендодатель, так и сам квартиросъемщик. Напомним, в Казахстане с января 2017 года начали действовать новые правила в миграционном законодательстве о временной регистрации граждан по месту жительства. Скорректированный бюджет столицы Казахстана по итогам 2016 года составил 433,5 млрд тенге, из которых бюджет развития составляет 210 млрд тенге, или 48,5%. Об этом на совещании заявил Аким Астаны. По его словам, рост экономики и эффективное налоговое администрирование обеспечили рекордный объем поступлений в государственный бюджет в общей сумме 1,064 млрд тенге с приростом на 25% к уровню прошлого года. В том числе на долю местного бюджета приходится 216 млрд тенге. Между тем, объемы собственных доходов Астаны в 2016 году увеличены на 28,5 млрд тенге. К утвержденным параметрам, в республиканский бюджет направлено 17 млрд тенге изъятий. По данным, на 10 января текущего года в ходе приватизации продан 201 объект коммунальной собственности. По графику продаж на 2014-2017 годы запланировано 718 объектов. С июня 2014 по январь 2017 года подлежало приватизации 602 объекта. Фактически, по состоянию на 10 января 2017 года выставлено на продажу 557 объектов, из них продано 394. В том числе по республиканской собственности 25 объектов, по коммунальной 201, по социально-предпринимательской корпорации 97 и 71 объект холдингов. При этом средства от продажи распределились следующим образом. В республиканский бюджет 8 млрд 415 млн тенге, в областные бюджеты 16 млрд 958 млн тенге, в холдинге 73 млрд 600 млн тенге и в ОСПК 6 млрд 760 млн тенге. В России в 2016 году было открыто 40 нефтегазовых месторождений, и 60 месторождений твердых полезных ископаемых. Об этом сообщил глава Минприроды Российской Федерации. Средняя оценка величины месторождения составляет по извлекаемым запасам нефти 1,7 млн тенге, по газу 14,5 млрд кубометров. По предварительным данным, прирост запасов жидких углеводородов, то есть нефти конденсат, должен составить 575 млн тенге, по газу 702 млрд кубометров. В минувшем году, согласно подсчетам специалистов, средние цены на внутренние авиарейсы снизились на 11%, как в валюте, так и в рублях. Зато за границу стало летать дороже. Так, в Европу цены выросли на 10%, в другие страны на 11%, в страны ближнего зарубежья – на 5%. Средний чек на авиабилеты по России снизился на 8% по сравнению с 2015 годом. Эксперты связывают это не столько с ростом внутреннего пассажиропотока, сколько с появлением безбагаженных тарифов. Наиболее популярными у туристов являются российские города Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Анапа и Калининград с вылетом из Москвы. Сама столица принимает более 20% всего пассажиропотока. Рост составил 0,5%. Российский газ будет идти в Армению через Грузию. Двилиси получат за это компенсацию и скидку на топливо. Об этом в среду договорились вице-премьер республики с представителями российского газпрома. Соглашение по транзиту газа через территорию Грузии взаимовыгодно и дает возможность увеличить объемы по мере необходимости. Переговоры между властями Грузии и российской корпорацией длились несколько месяцев. Первые две попытки договориться были неудачны. Теперь, когда компромисс найден, стороны подпишут соглашение на два года, а не на один, как это было ранее. Норвегия первая среди стран мира полностью отказывается от аналогового радиовещания, несмотря на протесты населения. Отключение FM-ретрансляторов началось 11 января. Все общенорвежские радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу 2017 года, а местным радиовещателям на это отводится пять лет. Как ожидается, вместо аналогового сигнала слушатели перейдут на цифровой, который сосуществует в Норвегии вместе с аналоговым с середины 90-х годов. Он дает более качественный звук и обеспечивает лучшую передачу сигнала. Все поезда в Голландии стали работать на электричестве, которое вырабатывается при помощи ветрогенераторов. Власти планировали осуществить полный переход поездов на ветроэнергетику к январю 2018 года, но специалисты решили задачу на год раньше за счет увеличения количества ветряков в стране. По словам специалистов, часовая работа одного ветряка способна обеспечить движение одного поезда на протяжении почти 200 километров. Ранее, летом прошлого года, в рамках эксперимента жители Шотландии прожили один день на энергии ветра. Согласно подсчетам, произведенная всеми ветряками страна энергия составила 106% от ежедневного потребления. Центральный банк Азербайджана внедрит новые правила продажи иностранной валюты. Отменяется 4-процентная маржа для коммерческих банков при определении курса покупки-продажи валюты. Согласно новым правилам, Центральный банк Азербайджана будет заранее объявлять об объеме валюты, выставляемой на аукцион, которые будут проходить три раза в неделю – в понедельник, среду, пятницу. Продажа будет осуществляться по принципу «банк, сделавший самое лучшее предложение». Председатель Центрального банка встретился с руководителями азербайджанских банков, которые были представлены на уровне председателей правления и директоров департамента казначейства, где обсуждалась ситуация в банковском секторе, а также вопросы обеспечения финансовой стабильности в текущем году. Продолжение следует...